Я понял, что это не мое. Мне производство больше подходит. Так что вы туда и шли, когда вы поняли, что не важно? Сразу я думал, что больше пользы принесу. Не получилось больше принести пользу. Витаю, сябры! Депутат Владимира Заренко чемусь больше не хочет быть депутатом. А вот я хочу. Тому я ему потелефоновал, как парается. Что треба делать, как думать, что говорить, как за тебя голосовали люди? Поглядите, что отрималось. Что вы не хотите? Я хочу как депутат выяснить, какие у меня цели и задачи. Вы говорите, что... Цели и задачи вы, в первую очередь, должны свою программу разработать. Что вы хотите сделать как депутат? А какая у вас была программа? Вы ее реализовали? Ну, в принципе, те задачи, которые я перед собой ставил, я старался их реализовать. Так они реализованы в тени? Ну, частично, да, может быть, частично где-то не сумел. Так а где посмотреть, что вы сумели, а что не сумели? Ну, слушайте, сейчас я не на сайте и не в палате, поэтому я не могу вам что-то посоветовать, чтобы посмотреть. Ну, вот плохо, что, понимаете, люди как бы не особо доверяют депутатам, потому что не видно, что они робят. Ну, слушайте, это плохо, что вы так оцениваете свысока или со стороны своего взгляда? Я как гражданин, я как гражданин, я ж как бы мое качество жизни не полепшилось от вашей работы, отлично. Ну, по-моему, не ухудшилось. Не, вот ухудшилось, а санкции пришли на нас, что там закрылись границу с Европой. И что вам мешает делать? Не процветает наша страна без торговли, колейные удобрения не идут, нефтянка так само не идет никуда. Значит, ищут другие пути, чтобы не только на Европу торговать, а где-то и с дальним зарубежьим. Так а зачем нам дальняя, когда есть ближняя? Надо же дружить с соседями. Да мы же не против дружить, это же не мы отказались от дружбы с Западом, а Запад от нас отвернулся. Запад, ну потому что же мы поддержали Россию, которая напала на Украину. Ну так правильно, а кого же нам поддерживать, не братскую Россию? Нет, да глядите, Гитлер же тоже нападал на СССР, с какими целями? Ну, с какими целями нападал? Чтобы от нацистов советских освободить, вот эту, расширить... Слушайте, а они с нацистскими намерениями на шоу на Советский Союз? Вот, осуждаем мы его за это, правильно? Ну так вот, именно. А с какими намерениями Россия на Украину шла? Освободить от нацизма. Получилось? Ну и что? Я думаю, что все получится, все впереди. А вы готовы помочь? Готовы. Если это понадобится для интереса Белоруссии. Нет, для интереса России, у нас же союзное государство. Ну это не союз, мы пока отстаиваем свои интересы белорусского народа. О, кстати, а какие у нас интересы? Ладно, не текайте у меня, что вы хотели от меня услышать? Да вы... Не, я хотел бы опыта добраться, красноречия, ораторство, что... Как убеждать людей за меня голосовать? Я не настолько красноречив, я больше промышленный производственник. А вы что производите? Вы какой специалист в какой сфере? Я специалист лесного хозяйства. О, бачите, а помните, как мигранты наш лес рубили возле Польши? Никто их не наказал за это. А кто мигранты рубили? Какой они лес рубили? Ну, как у Польши пытались прорваться, так рубили лес и кидали этот лес... Ну, короче... Глупости, говорите. Им, наоборот, привозили туда для обогрева готовые дрова, чтобы нагрелись. О, а вы, кстати, поддерживаете Беларусь как перевалочная база для мигрантов? Ну, мы же не нарушали никакое законодательство. Не, ну, мы же помогали за границу переходить с мигрантом, туда проталкивали, забор разрушали. Ну, забор мы... Никто забор не разрушал. Просили, наоборот, чтобы приняли. Это же привлекли мигрантов кто? Сама же Европа привлекала мигрантов, поэтому они двинулись оттуда. Так а чё в Беларуси не остались эти мигранты? Нам в колхозах нема кому работать, хай бы работали. Ну, так мы же предлагали, мы что, их насильно отправляли туда на Европу? Это же их неинтерес был. А, так не хочет у нас оставаться. Так Беларусь не привлекательная для мигрантов, получается. Ну, почему-то. Мы же тоже приютили и украинцев многих, и мигрантов, кто хотели отстаться. Ну, арабы у нас остались? Это я не знаю, не владею ситуацию. Во, хай бы работали в лесном хозяйстве. Ну, хорошо, спасибо. Мы не против. Владимир Николаевич, что вы меня просветили по этой теме. Вижу, что пользу вы нам принесли несущественную. Ну, ничего. Главное, чтобы плохого не зарабили. Вот ты уже, действительно. Доброе платье там, просто, я вот не знаю, может, мне тоже не идти. Ну, это вы уже думаете сами. Ну, на жизнь хватает. На жизнь хватает. Больше, чем на производстве. Не, в принципе, зависимости от какой должности вы уходили. Да. Ну, 500 долларов хоть будет? Ну, 500 долларов, если получать, да. О, слава богу. Знаете, что я хочу сделать? Какие инициативы? Ну, слушаю. Мне сильно нравится Ольга Бондарева. Хочу ей помогать, чтобы количество белорусского языка в школах стало меньше. Только русский язык оставить у нас в стране. Ну, а чего это вы так против родного белорусского языка? Должно быть два языка людям на выбор, пожалуйста. Не, ну, глядите, если мы дадим людям выбирать возможность, так они забудут русскую, мол, язык. А русский язык, он самый главный, потому что мы одна страна, один народ. Мы же демократическая страна. Мы надо людям давать право выбора. Уже в 20-м дали право выбора. Видели, что робилось? Вы хотите, чтобы такое повторилось? А что плохого в выборе языка? Что повторилось? Ну, вон эти националисты. Он не нацист, а выбор родного языка. У нас два родных языка. Белорусский и русский. Тут я сейчас уже перемещаюсь. Я сторонник двухязычия. Двуязычия, потому что чем больше на белорусском языке разговаривают, тем больше на Запад хотят. Я бы не сказал, слушайте. Ну ладно, вам не нравится такая инициатива. Просто Александр Григорьевич никогда на белорусском не разговаривает. Всегда на русском. Ну, почему-то не разговаривает. Если надо, Александр Григорьевич на белорусском разговаривает. Ладно, тогда я выступаю, чтобы мы пошли на Запад и с Россией не имели больше дел. Такое можно? Ну, это ваше личное мнение. Если вас поддержат, то пожалуйста. А вы поддерживаете такое? Я нет. А почему? Потому что у меня свое мнение и я очень отношусь хорошо к россиянам. А к украинцам? Мне кажется, что к украинцам, те, которые не нацисты, я тоже отношусь нормально. А кстати, а как вот быть теперь, что мы поддерживаем Россию, которая напала на Украину? Я не считаю, что Россия напала на Украину. А кто ж тогда напал? Я кто ж напал. Ну, кто-то ж напал. Нацисты сами напали на жителей Украины, которые имели свое мнение и которые сделали первоворот в Украине. Нацисты напали. Это было 20... Пришли, мне кажется, управлять государством не те люди, которые должны. Я ездил часто на Украину, отдыхал и беседовал с людьми, которые имели свое мнение. И что они говорили про нацистов? Ну, то, что тоже многие украинцы были очень недовольны вот этим нацистским подходом. Нацизм это как в Украине? Это что? Что вы от меня хотите? Не, я просто не могу померить нацизм. Нацизм это у Гитлера был, там превосходство нации, арийцев. А у украинцев какой нацизм? Это что? Ну, в принципе, такое было. Угнетали русскоязычное население, поддерживали от этих всех петлюров. Бандеровцев, что ли, поддерживали? Бандеровцев, да, Бандеровцев. Так а Зеленский же не поддерживал Бандеровцев? Ну, это предвыборная кампания не поддерживала. Посмотрите, как сейчас он относится к этому. А, сейчас уже поддерживаю. Просто, бачите, как плохо, когда украинский язык развивается, он русский начинает душить, притеснять. Поэтому же я и хочу, чтобы белорусский тоже не развивался, чтобы русский остался. Ну, белорусский это совсем другое с украинским. Почему же запрещали, ну, в Украине говорить по-русски? Почему? Ну, потому что поддерживали нацистов. Нацисты все равно. Конечно. А вы поддерживаете ЛГБТ или против? А с какой целью вы интересуетесь? Ну, надо же, депутаты во всем разбираются. Я же, я не, я, я против, против этих всех нетрадиционных отношений. Так а может ничего там страшного в этом нема? Ну, как-то так. Ну, это же вообще неестественный путь. Нет, так вы пробовали, что вы говорите неестественный. А зачем мне это пробовать, это противоречит всем здравым смыслам? Нет, слушайте, противоречит. Вот про здравый смысл. Лукашенко дал своему сыну несовершеннолетнему боевое оружие. Где здравый смысл? Это защита личности. Нет, так закон же есть. Закон есть. Ну, что нам пробить с законом? Президент, значит, имеет такое право. И давайте мы не будем в какие-то отдельные... Не, ну это же интересно. Нам, избирателям, интересно, почему закон для нас един, а для Лукашенко не един. Потому что он президент. Он имеет право принять решения таких. Так написано, что перед законом все равны, в том числе и Лукашенко. Ну... Так что робить? А что, что робить? Я говорю, что президент наделен неограниченной полномочиями. Поэтому он имеет право... Так где такое написано, что неограниченными полномочиями он наделен? Потому что у нас президентское государство. Ну, да кое-ком в законе написано, что Лукашенко наделен неограниченными полномочиями. Мы принимали Конституцию. Конституция оговорена, какими правами наделен президент. Так в Конституции не написано, что у него неограниченные полномочия. Почему это не написано? В каком пункте написано, подскажите. Ну, я не могу сейчас вам подсказать. А я вам подсказываю, что там нету такого. Там написано, что все равны перед законом. Все, это в том числе и президент. Есть положение президентства. Положение? У нас президентское государство. Так, ну, президент, избирают президента. Он представляет интересы народа белорусского. Ладно, что дальше вы хотели сказать? Нет, я хотел проверить вашу... Как кандидат у депутата. Хорошо, спасибо вам, что вы рдели за наше светлое будущее, что вы хоть что-то сделали. А работаете вы где? Я работаю, фото на документы делаю. Подпольно пока что. Пока подпольно. Ну, так вот вы сами идете на нарушение законодательства. Подпольно налоги не платите. А вот, староста, а хочется Лукашенко сместить. Ну, Владимир Николаевич, ну, Лукашенко сказал иногда недозаконно. Тут еще мы... Ну, как-то так, недозаконно. Ну, что это вы? Ну, и он сам сказал иногда недозаконно. Вот что думаете? Не знаю, когда я вам такое говорил. Иногда недозаконно. Ну, я не слышу такое. Ну, понятно. Слышите то, что надо. А еще же он признавался, что с территории Беларуси ракеты запускали по Украине. И он же говорил, что предотвратил нападение. Сейчас покажу, откуда на территорию Беларуси готовилось нападение. Помните? Вот поэтому я говорю, что да, были пуски. С территории Беларуси. Четыре позиции. Я сейчас покажу, как кто привез. Ну, я в такие вещи уже не влаживаю. Это не для меня. Вы знаете мою мирную отрасль, которой занимаюсь. А поэтому... Слава Богу! Спасибо вам большое, что вы не лезете в эту политику, хоть вы и депутат. Хоть депутатство это и есть политика. Вы уже туда влезли, может, не по своей воле. Но спасибо, что вы ничего не делали. Не мешали президенту бомбить с территории Беларуси и Украину. То, что я не делаю, это громко сказано. Я выполнял свой депутатский долг. Так нигде не написано, что вы такого полезного хозрабили. Ну, это вы плохо читаете. И плохо смотрели за средства массовой информации. Мы принимали постоянно, проводили прием граждан, встречи с избирателями. Поэтому надо было следить. Ну, вот я гляжу только на Лукашенко, на депутатов не гляжу. Как-то вы совсем не яркие. Не яркие. Надо ярче, чем Лукашенко быть. Или хотя бы на уровне. Ну, так вот вы вдвинетесь, а у депутатов будете более ярче. Я хочу, чтобы вы за меня голосовали и поддержали меня. Ну, если будет устраивать меня ваша программа, я буду голосовать за вас. Программа. Идем на Запад. Просим денег у США. Лукашенко в тюрьму. Путина в тюрьму. Это голословие. Это пустословие и голословие. Все, спасибо за информацию. Ну, давайте, до свидания. Мы, белорусы, мирные люди. Владу отдали шкловской иуде. Пеншмат готов пье нашу юкроу. Не Беларусь, а Клоака мянтов.